Дворец здоровья с инновационным уклоном, так можно сказать об открытой сегодня в центре Чебоксар многопрофильной поликлиники. Какие возможности создали для горожан, выяснял Дмитрий Ковалев. Так в год столетия республики дают старт открытию целой череды новых объектов. Многопрофильная поликлиника, отметил глава региона, начинает работу на месяц раньше обозначенного в контракте срока. На строительство современного медицинского центра было выделено порядка 800 миллионов рублей. Это инвестиции в здоровье нации. 30 лет практически говорили об этом, не могли делать. И в начале года, в новом 2020 году, мы практически отмечаем вот этот праздник. Когда вот вы смотрите, следите, отслеживаете за ходом строительства, намного качество лучше получается. Многопрофильную поликлинику начали возводить летом 2017-го. Главный врач признается, что за эти годы и сама освоила многие тонкости строительного дела. Иначе никак. Отстать от графика, сначала подвести более 40 тысяч человек. Здесь будут оказывать медицинскую помощь жителям центрального района Чебоксара. Я сама тоже начала работать в этой поликлинике 22 года назад, в электроаппаратной поликлинике. Ну вот пришлось вот так принимать участие в строительстве многопрофильной поликлиники, которая будет филиалом нашей больницы, центральной городской больницы. Решали, находили общие решения. В принципе, больших вопросов не было. Открытие многопрофильного медицинского центра должно разгрузить очереди в других поликлиниках столицы. Особенно в центральной городской больнице. Она принимала вдвое больше пациентов, чем положено. Такая больница у нас современная открылась. Когда тут закрыли, мы пошли в строительную и в Хабака. Где нас примут, мы туда ходили. Для меня это очень хорошо, потому что я всю жизнь ходил в эту местную часть. А теперь я был вынужден в поликлинике строителей. Во-первых, там народу очень много. Очень много там. Ну и ездить тоже все-таки далеко. А здесь это больница уже просто привыкшая. Все врачи, все родные. Сейчас в коллективе более 90 врачей. Среди них и узкие специалисты. Аллергологи, пульмонологи, дерматологи. Поликлиника укомплектована самой современной аппаратурой. От рентгенаппаратов до уникальных компьютерных томографов. Мы используем при проведении исследований с внутренним контрастным усилением. Это улучшает диагностическую возможность. Мозгность здесь включается? Воздушная болезнь, да. Косную систему можно оценить в плоском окне. Брюшную полость мы здесь не можем оценить, так как это не брюшная полость. Мозг. С мозгом все в порядке. Один из профилей поликлиники – лабораторная диагностика. Это существенно сокращает время исследования анализов. Это анализация общего анализа нащита. Определяет рассмотрительные параметры. Производительность – 120 анализов в час. Станет доступнее не только первичная, но и специализированная медицинская помощь. Для пациентов оборудовали отделение восстановительного лечения. Через полторы минуты меняется угол наклона, либо скорость. Можно скорость уменьшить. Вот здесь вот. Можно скорость уменьшать. Уменьшаем. Совсем пошло. Среди ключевых задач – повышение качества медицинских услуг в шаговой доступности. Оценивать работу врачей будут пациенты, отметил глава региона. После инвестиций мы вложили в ФАП, в офисы и так далее. Душа медика, медицинского работника, вот она должна быть здесь. Порей в душе должен быть у каждого из вас. Идет на поправку. Именно такой диагноз сейчас можно поставить первичному звену здравоохранения. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов муниципалитетов и вот таких современных поликлиник – одна из ключевых задач национального проекта. До конца этого года в рамках программы развития здравоохранения в столице региона откроется и новый инфекционный корпус второй детской больницы. А в ближайшие пять лет в республике модернизируют все районные поликлиники. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Павел Редков. Республика.